Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о самом главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонтные работы на линии электропередач в Авдеевке опять прерваны. Во второй половине дня боевики открыли прицельный огонь по бригаде электромонтажников, сообщили в мониторинговой миссии АБСЕ. Позже оккупанты начали штурм украинских позиций в Авдеевской промзоне. При этом применили артиллерию 152-го калибра и 120-мм минометы. В штабе АТО отметили, что российская сторона в очередной раз нарушила свои же гарантии прекращения огня, чтобы сорвать ремонтные работы и обострить гуманитарную ситуацию. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке, российско-оккупационные войска грубо нарушили режим тишины. Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-мм пушек и минометов 120-го калибра. В общем, зафиксировано 35 обстрелов. Один наш военный ранен. Обстрелы украинских позиций со стороны боевиков продолжаются на всех направлениях. Из танков, БМП, минометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Каменке. Авдеевке и Зайцево из артиллерии калибра 152-го мм по Новоглуганскому. Минометы различных калибров и гранатометы пророссийские войска применили в Чермалыке, Широкино, Красногоровке, Павлополе, Водяном и Толоковке. Также по Чермалыку стреляли из танка по Новозвановке, Билиграде, а в Богославском и Попасной работал снайпер. Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки. Накануне вечером их снаряд попал в квартиру пятиэтажного дома, сообщил начальник нацполиции Донецкой области Вячеслав Абруськин. В это время там находились пятеро детей. Самому младшему из них пять лет, к счастью, никто не пострадал. В результате атак врага в очередной раз пострадали местные жители. Поздно вечером из-за прямого попадания артиллерийского снаряда, выпущенного врагом в многоэтажный дом в западной части города, без жилья осталась семья с пятью малолетними детьми. Местные власти, силовые ведомства, спасатели и все неравнодушные прилагают максимум усилий, чтобы облегчить страдания жителей Авдеевки. 30 зданий, 28 из которых жилые повреждены и в Сартане. Это пригород Мариуполя. Накануне боевики дважды обстреляли поселок из артиллерии, выпустили 40 снарядов. Об этом сообщили в Донецкой областной полиции. Один из снарядов попал в электроподстанцию. В результате без света остались не только жители Сартаны, но и толоковки. В некоторых домах осколки перебили газопровод, из-за чего была прекращена подача газа. К утру коммунальные службы почти полностью восстановили энергоснабжение в городе. Этот населенный пункт страдает именно от обстрелов боевиков со стороны Коминтерна. Мы сейчас как раз находимся возле Балаванкиград, которая вошла и четко видна направление, откуда она к нам прилетела. Сразу же после получения сообщения о обстреле населенного пункта, по тревоге был поднят весь личный состав Бариупольского гарнизона полиции. Для чего? Прежде всего для оказания помощи гражданам, документирования всех преступлений, злодеяний, данных террористических угруппований, так званых ДНР, ЛНР. Служба безопасности Украины обнародовала доказательства того, что террористы ведут обстрелы украинских позиций из жилых кварталов Донецка. СБУ перехватило телефонный разговор экс-главы так называемого Народного совета ДНР Андрея Пургина и депутата этого фейкового совета Татьяны Дворяткиной. Доказательства приобщают к делу о создании ДНР. И дроны летают, и снаряды. Только что тут грады мимо нас куда-то прочитали. От нас только летит от нас. Ты знаешь, у нас вывозят на чем из депо, потом обратно. Доказательства того, что боевики стреляют по Авдеевке из жилых кварталов ранее представили исследователи международной группы Беллингкет. Они проанализировали спутниковые снимки, отчеты ОБСЕ и сообщения местных жителей в соцсетях. В докладе говорится, судя по видео и фото, место запуска града находится в 200 метрах от гипермаркета и менее чем в 500 от школы и жилых домов. Второе место возле трассы. Это подтверждают и спутниковые снимки. Следователи уверены, жилые кварталы боевики выбрали не случайно. В этом случае любая попытка украинской армии подавить огонь подвергла бы риску жизни мирных жителей. Принимать раненых продолжают и в Днепре. Среди пострадавших от оружия боевиков в Авдеевке британский фотокорреспондент. Он попал под огонь накануне, когда оккупанты обстреляли центр гуманитарной помощи. Тогда снаряд попал в автомобиль спасателей. Погиб водитель аварийно-спасательного отряда. Один сотрудник ГОСЧС был тяжело ранен. В аэропорту Днепра очередь из скорых. Медики едва успевают забирать носилки с ранеными, которые все прибывают из Авдеевки. Среди пострадавших и несколько гражданских сотрудник ГОСЧС Дмитрий Третьейкин признается, за три года войны видел многое. Но этот снаряд застал его врасплох. Вышел встречать машины штаба до разгрузки транспорта, гуманитарной помощи. В этот момент произошел обстрел. Волоза не видел, как разорвался, я не знаю, агонийный снаряд. Скорее всего, не показалось, что это был снаряд. И, соответственно, получил удар с животным. У одного из пациентов, который является подполковником службы надзвучайных ситуаций, минно-взрывное ранение, повреждение органов брюшной полости, конечностей. У второго пациента минно-взрывное ранение с повреждением конечностей. Оба пациента тяжелые, нуждаются в реанимационном лечении. Это был первый день британского фотографа Кристофора Нула в Авдеевке. Он прилетел в украинский прифронтовой город, чтобы повидаться с друзьями и запечатлеть войну на снимках. В тот вечер он гостил у знакомой. Женщина погибнет в собственной квартире несколькими минутами позже, а Крису и его переводчику просто чудом удалось избежать смерти. Мы на кухне пили чай, и так получилось, что я отошел в коридор. Он отошел в комнату и прилетел прямо под окно. Ну, как говорят сейчас, сграда. Тогда было сложно определить, с чего. Поэтому его волной ударило. Британец получил несколько осколочных ранений, которые сильно повредили оба глаза. Восстановить зрение его отправили в одну из лучших офтальмологических больниц Украины. Хрусталик левого глаза был полностью разрушен, и врачи опасались, что пациент перестанет видеть. Медики провели сложнейшую четырехчасовую операцию, сделали пластику радужной оболочки и подшили искусственный хрусталик. И теперь появилась надежда на то, что зрение удастся восстановить. Глаз мы восстановили. А завтра будет ясно перспективы на зрение у него есть этого глаза. И мы постараемся побороться за эти перспективы. Он сам выразил такое пожелание оперироваться здесь. И я хочу сказать, что, наверное, он принял правильное решение. Потому что я думаю, что мы оперерем не хуже, чем в Лондоне. Тем временем в госпиталь продолжают поступать бойцы, получившие ранения под Авдеевкой, Мариуполе и на Светлодарской дуге. Врачи говорят, за последние двое суток приняли 30 воинов. Ведь, несмотря на минские договоренности, боевики постоянно ведут обстрелы из тяжелой артиллерии и градов. Маргарита Стетюк, Татьяна Долгер, Дмитрий Большак, ЮАИ-ТВ, Днепр. Санкции против России, связанные с Крымом, сохранятся. В Белом доме подтвердили слова постпреда США при ООН Ники Хейли о том, что ограничения будут действовать, пока полуостров останется оккупированным. Так, представитель Белого дома Шон Спайсер ответил на вопрос, намерена ли администрация США сохранить санкции против Кремля. Напомню, на заседании Совбеза ООН в четверг Хейли подчеркнула, Соединенные Штаты осуждают оккупацию Крыма и призывают вернуть полуостров под контроль Украины. Что касается санкций, я думаю, посол Хейли очень четко заявила о нашей обеспокоенности российской оккупации Крыма. Я думаю, она говорила очень убедительно и четко об этом. За мир, спаси Авдеевку и Путин, прекрати войну. С такими лозунгами и призывами активисты вышли на центральную площадь Киева. Таким образом выразили солидарность с жителями Донбасса, где уже неделю российско-оккупационные войска обстреливают жилые кварталы и убивают мирных граждан. Участники акции надели красные ленточки и шарфы, как символ крови, которая ежедневно проливается в Украине. Студентка Валентина выехала из Авдеевки во время первой волны боевых действий весной 2014-го. Уже два года учится в Киеве, но родители остались там. Говорит, из-за перебоев электроснабжения даже созвониться стало проблемой. Подобная ситуация была в 2015 году. Тогда город тоже был без воды, тепла. Родные выезжали в Краматорск, сейчас не выезжают. Более-менее можно держаться. Помощь идет от волонтеров. На эту акцию пришла поддержать людей, проживающих в моем городе. Поддержать хотя бы так. Я нахожусь далеко от своего родного города, но в мыслях я там. Общественные активисты просят украинцев не оставаться безразличными и присоединяться к сбору помощи для жителей пострадавших городов. В свою очередь правозащитники призывают международное сообщество не ослаблять давление на Кремль. Ряд международных институций уже заявили о недопустимости таких действий со стороны российских войск фактически. И о том, что согласно Минским соглашениям у нас должны прекратиться военные действия, отвод войск произойти. Поэтому мы со своей стороны также отправляем обращение в международные институции, еще раз, чтобы обратить на это внимание. Снова обостряются боевые действия, люди страдают. Нельзя давать послабление России и отменять санкции. Надо, наоборот, давить и заставить как-то, вынудить их прекратить боевые действия. Многие активисты пришли с красными повязками. Они символизируют кровь мирных жителей и украинских воинов, погибших из-за российской агрессии на Востоке. Анна Нерус, Петр Галко, ЕЮТВ. Узнать больше о НАТО и высказать свою позицию – такая задача легла на плечи украинских старшеклассников и студентов. Свой взгляд на инициативу и перспективу вступления Украины в альянс они продемонстрировали в фотографиях и видеороликах. Их сделали для всеукраинского конкурса. Из сотен заявок жюри выбрала лучшие и наградила победителей в Киеве. Как современная молодежь смотрит на членство Украины в НАТО, расскажет Маргарита Харунжия. Данил Сомов живет в прифронтовом Новотошковском Попаснянского района. Это одна из горячих точек в зоне АТО. Сегодня восьмиклассник приехал в Киев, чтобы показать взгляд луганской молодежи на отношения Украины и НАТО. На этой фотографии дети, которые верят, альянс не оставит Украину наедине с агрессором. Ведь они регулярно слышат звуки выстрелов и взрывы снарядов за своим окном. Эта работа заняла первое место. Мы хотели показать, что там, где война, там очень страшно, и что очень страшно творится. Мы показали, что то здание, которое было на заднем плане, это наша школа, это половина школы, все, что осталось. Половину нам помогли отремонтировать, приезжали волонтеры, привозили. А ту половину просто и физически, и поденежно не можем. В этом трогательном видео третиклассники рассказывают свое видение НАТО. Снял его одиннадцатиклассник из Сум Алексей Назаренко. Ему было интересно, что об альянсе думают сверстники его младшего брата. Говорит, своей работой решил показать, что даже совсем юные украинцы уже знают о преимуществах членства в альянсе. Наверное, НАТО – это единственный способ, чтобы исправить нашу страну, улучшить ее. Стартовал конкурс в сентябре 2016-го. За четыре месяца поступило 600 работ из всех регионов страны. Организаторы считают, взирая на ажиотаж, можно считать свою миссию перевыполненной. Ведь украинская молодежь теперь понимает, НАТО – не только защита и оборона. Это солидарность и доверие, построенное на демократических ценностях. Наша стратегическая цель – это членство в Североатлантическом альянсе, даже если мы сегодня к нему не готовы. Но мы сейчас над этим работаем. Считаю, что эта молодежь уже присоединилась к общей работе. Увидели, что мнения разделились, как и в обществе. Кто-то сугубо показал положительные стороны сотрудничества между Украиной и НАТО. Кто-то показал негативные моменты. Кто-то выбрал золотую середину и проанализировал, в чем могут быть положительные и отрицательные моменты и стороны такого сотрудничества. Но приятно, что в основном работы были положительно настроены. 17 лучших работ отметили ценными призами. В частности, вот эта фотография Анастасии Дяченко получила спецноминацию за положительное изображение НАТО. А видео Яны Басенко – за оригинальную идею. Обладатели вторых мест уже в этом году посетят Литовский Сейм. А победители – штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Они беспокоятся за Украину, за международную ситуацию. Они интересуются международной ситуацией. И это прекрасно, потому что молодые люди такие активные и переживающие за свою страну. Много работ приятно удивило, потому что мы не ожидали такого уровня. Они короткие, они лаконичные, но во многих работах очень хорошо выражена идея. Хотела бы отметить не только те работы, которые, скажем, показывают НАТО как влиятельный, сильный военно-политический альянс или говорят о помощи, о практической пользе взаимодействия между Украиной и НАТО, но именно те работы, которые отразили НАТО как, в первую очередь, альянс ценностей. Большинство работ показали – современная молодежь видит будущее Украины в НАТО, говорят в оргкомитете конкурса. Это неудивительно. Ведь если бы референдум провели сейчас, то более 70,5% украинцев поддержали бы вступление в альянс. Таковы результаты совместного социологического исследования Центра Разумкова и Фонда демократические инициативы имени Илько Кучерева. Опрос, проведенный в декабре, засвидетельствовал – сторонников вступления в блок становится все больше. Маргарита Харунджи, Евгений Савицкий, UATV. Новое место, новые возможности. В Украине стартовала первая академия краудфандинга для пострадавших от конфликта на Донбассе. Здесь они могут найти помощь и поддержку для бизнес-инициатив. Как не опустить руки и двигаться вперед, несмотря ни на что? У генераторов идей училась наша команда. Почему вы палатите? Ну, вы так очень трогательные. У вас все хорошо? На сто процентов, да. Наше знакомство с дончанкой Оксаной Русановой началось со слез. Но эти слезы не от жалости к себе. Напротив, из-за благодарности к окружающим. Просто мне кажется, что это очень важно, когда ты понимаешь, что ты не один, и что есть поддержка. Именно это почувствовала Оксана, когда с началом войны она переехала в Запорожье. Жить пришлось фактически на два города. Ведь Донецкий университет, также покинув оккупированную территорию, переместился в Винницу. А она – доцент кафедры физики. Свои обширные знания Оксана решила применить еще в одном русле и обратилась к донорской программе. Я стала параллельна благодаря ООН, программе про ООН, которая спонсировала правительство Японии. Я организовала в Запорожье детскую научную лабораторию «Веселая наука Запорожья». Мы проводим мастер-классы в научном стиле, детские дни рождения с применением ярких физических и химических опытов. И вот таким образом популяризируем науку и показываем, что наука – это на самом деле здорово. Но и на этом поток ее идей не остановился. Теперь Оксана разработала обучающую игру, аналогов которой в стране не существует. Эта игра будет с элементами дополненной реальности и с опытами. У нас идея такая, что это будет сокровище природы. Ребенку нужно будет пройти по всем материкам, собрать от коренных народов какие-то там амулетики, сделать шесть опытов и в результате получить успех. Для привлечения финансов снова обратилась за помощью к про-ООН. При их поддержке в Киеве как раз стартовало обучение краудфандингу. Успешно собирать средства общими силами здесь учат тех, чей бизнес пострадал от конфликта на Донбассе. Академии краудфандинга в Хорватии уже три года. Здесь мы делимся опытом, работаем с командами, помогаем реализовывать идеи. Это касается не только бизнеса и партнерства. Это социальные, образовательные направления, проекты по независимой энергетике. Совершенно разные компании. Отсутствие стартового капитала – одна из главных проблем для переселенцев, желающих начать свое дело. При этом креативности и амбиции хватает с лихвой. Если под них найти деньги, выиграют все, в том числе и государство. При наличии достаточного и хорошего финансирования для малого и среднего бизнеса, творческий потенциал, креативный потенциал наших людей таков, что мы можем с уверенностью ожидать очень быстрого и мощного экономического возрождения, если дать этот серьезный толчок. Мы хотим создать краудфандинговую платформу на базе государственной службы занятости. Максимально привлечь партнеров, которые помогут развивать предпринимательскую деятельность и создать центр развития предпринимательства по всей стране, чтобы каждый, кто имеет гипотетическую идею и боится в этом признаться даже родителям, сможет внедрить ее в жизнь, потому что мы в этом поможем. Стартовавшее сегодня обучение пройдет в несколько этапов. В феврале предпринимателей научат создавать успешные концепции и бизнес-планы. А уже в марте компании по сбору денег на их реализацию запустят на онлайн-платформе. Любовь Задорожная, Влад Посудевский, UATV. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Медики утверждают, 43% онкологических заболеваний можно предупредить, придерживая здорового образа жизни. Тем, у кого в роду была онкология, рекомендуют проходить обследование. В современной медицине уже существует немало способов борьбы с подобными болезнями. Однако ученые продолжают искать возможность излечить людей от рака. О новейших разработках украинских медиков расскажет Инесса Занина. Иван Штыпованный знает про рак не понаслышке. 8 лет назад поступил в отделение урологии с довольно запущенной стадии онкологии. Рак третьей стадии сказали, что вас не сможем спасти, едьте, ищите кого-нибудь. Я попал сюда, к профессору Стаховскому, в это отделение в 2009 году. После инфаркта тяжело было делать операцию, она длилась почти 7 часов. Но все же они все удалили и, в принципе, раковых клеток после этого не обнаружили. Врачи меня спасли, дали вторую жизнь. Те, кто перенес удаление злокачественной опухоли, знают, что главное, чтобы раковые клетки вновь не появились. Для этого ученые во всем мире разрабатывают свои методики. Украинские исследователи 15 лет разрабатывали вакцину, помогающую вырабатывать человеку иммунитет против рака. Проводят исследования в поддендритно-клеточной вакцине. Это вакцина против рака. Такие разработки ведутся и в Европе, и у нас они проводятся на очень высоком уровне. Это многолетний труд. Подбираются индивидуально вакцины, обучаются лимфоциты бороться против рака собственному организму. Вакцина работает только в том случае, если у пациента удалили опухоль. Именно ее используют для изготовления препарата. Вот такие лохматые клетки, которые называют дендроидными и учат иммунную систему бороться против перерожденных клеток. Забирается 50 мл крови периферической, после чего из моноцитов мы получаем дендритные клетки. Они получаются путем добавления специальных ростовых факторов, целых коктейлей различных, с включением ростовых и цитокинов. Тут же используется вот этот небольшой фрагмент опухоли. После этого нагружаются дендритные клетки. И они уже ознакомлены с опухолевым материалом, то есть они знакомы, могут выполнять свою основную функцию – это презентировать опухолевые антигены в организме пациента. Таким образом, говорят медики, можно лечить даже четвертую стадию рака. Но предупреждают, чем раньше пациент обращается за помощью, тем легче его вылечить. Ведь страшный диагноз онкологии – еще не смертный приговор. С ним можно и нужно бороться. Инна Сазанина, Петр Галко, UATV. На зимней универсиаде в Алматы Украина продолжает штамповать победы. Сегодня второе золото украинской команде принесла харьковская танцевальная пара фигуристов Александра Назарова, Максим Никитин. Подробности от нашей съемочной группе в Казахстане. Золотую медаль от нашей танцевальной пары ждали, но это спорт, здесь может приключиться что угодно. После короткого танца украинцы шли в лидерах с небольшим отрывом в 16 сотых от россиян Евдокимовой Базина. Золотую точку поставила произвольная программа. 12-тысячная арена от выступления наших спортсменов в экстазе. Оценки высокие и украинские фигуристы уже недосягаемы для конкурентов. В сумме за две программы Александра Назарова и Максим Никитин получили 165,62 балла. Это почти на 9 баллов лучше, чем у дуэта из России. Несмотря на то, что, в принципе, не только на этих соревнованиях, всегда, несмотря на то, что какой большой бы ни был разрыв между предыдущим или последующим местом, мы на это не обращаем внимания. У нас цель именно откатать на максимум, откатать хорошо и выполнить все те задачи, которые нам ставят тренера. Программу произвольного танца наши фигуристы выполнили на все 100%. Если в короткой программе были некоторые шероховатости в выступлении, то в этот раз особых замечаний нет. У нас был определенный план выполнить на сегодня. Мы его выполнили. Мы этим очень довольны, что они подвели нашу команду, тренеров, всех болельщиков, родных, близких, друг друга в первую очередь. Тренер спортсменов Галина Чурилова, которая помогала им делать первые шаги на льду, за своих фигуристов очень рада. И пускай сегодня они тренируются за границей у Игоря Шпильбанда, менее родными Саша и Максим для нее не стали. Я так же переживаю за них, так же болею, так же у нас с ними связь практически с Сашей, по крайней мере, каждодневная. Они очень креативные и они на самом деле стараются делать все не так, как остальные. Где-то это помогает, где-то чуть мешает, но, по крайней мере, это интересно. После золотой медали в фигурном катании команды Украины в активе две золотых, две серебряных и три бронзовых награды. Это позволило подняться на восьмое место в неофициальном командном зачете Универсиады 2017. Маргарита Стысюк, Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, Юэй ТВ из Казахстана. Фестиваль боевых искусств «Воин света. Дети» состоялся в Киеве. Академия единоборств устроила праздник для детей со всей Украины. Спортсмены демонстрировали свое мастерство, а зрители имели возможность определиться с выбором вида борьбы. Посетить мастер-классы и кинозал. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Фестиваль боевых искусств в Киеве проводится девятый раз, но впервые в исключительно детском формате. Айкидо, киндо, карате, хортинг, ушука, паэра, боевой гопак. Всего около 30 номеров программы демонстрируют на фестивале участники. 30 коллективов со всей Украины. Карта нашего фестиваля от Львова к Одессе, Днепропетровск, Днепро сейчас, Кременчуг, Винница, Киев. Очень много команд. Они представляют боевое искусство всего мира. То есть это и Япония, и Вьетнам, и Бразилия, и Китай. Весь мир, все самые известные популярные боевые искусства мира представлены сегодня на детском фестивале. Ребята из коллектива Сатори – представители школы Айкидо Айкикай. Приехали из Днепра. На фестиваль привезли свою новую боевую программу «Светлые мысли против темных мыслей». Рассказывают, почему выбрали именно этот вид борьбы. Чтобы устранить боевой дух и защитить себя при случаях. Наша борьба – это защита. Мы используем силу противника против него самого. Занятия восточными единоборствами предполагают не только физическое, но и духовное развитие. Гость фестиваля, музыкант Владимир Лазуткин, демонстрирует духовное оружие. Играет на японской флейте шакухачи. На ней играют в храмах, в монастырях, используют для медитации. Инструмент может передать голоса птиц, взмах меча, капли дождя. Также буддистские монахи умели использовать флейту как средство для самозащиты. Я буду играть в разведение, в хонгкёку. Это музыка дзенбоддизма. Инструмент создан для того, чтобы человек мог погрузить себя в состояние некой расслабленности, божественного состояния. Играет он создан для того, чтобы человек достиг сатори, достиг просветления. Жюри фестиваля определяло победителей в девяти номинациях. Прежде всего отметили команды, чьи выступления были лучшими. Также своих обладателей нашли призы, зрительские симпатии и харизма фестиваля. Оценили и самое драйвовое выступление. В составе жюри – олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирини Мерлени. Это её третий фестиваль в качестве судьи. Мне по духу близки единоборство. Также я увлекалась в своё время мастерством великих мастеров, как Брюс Ли, как Джеки Чан, как Чак Норрис. И здесь очень много представителей юных деток, которые… Видно, что они тоже копируют этих сильных таких людей, которые тоже стремятся добиться чего-то в жизни, найти свой вид спорта. На фестивале также можно было попрактиковаться в искусстве оригами, примерить японское кимоно, посетить различные мастер-классы. Саморазвитие, самопознание, самосовершенствование. Каждый из участников фестиваля боевых искусств открыл для себя что-то новое. А желающие овладеть каким-либо из них могли сразу записаться на пробное занятие в Академии. Елена Дидух, Антон Барзенков, ЮЭй Ти Ви. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на Фейсбуке и Ютьюбе. Я же прощаюсь с вами. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин